Всем привет, друзья! Меня зовут Ники Макалин, и сегодня вместе с вами я хочу протестировать новую косметику от BTS. Ко мне пришла вот такая замечательная посылочка, и здесь как новая декоративная косметика, так и вся коллекция духов, которые я хочу сегодня разыграть. Я подарю тебе новые духи от BTS, если ты досмотришь это видео до конца и поставишь пальчик вверх. В этом видео я не просто накрашусь, я также хочу посмотреть, как эта косметика будет вести себя в течение всего дня, поэтому я постараюсь походить с ней максимальное количество часов, ну скажем так 12, как обычный день, и потом в конце дня я хочу дать отзыв на то, как держится эта косметика, и как она в принципе себя ведет в 29 градусную жару. Самое главное, конечно же, что выпустили BTS в этом сезоне, это новенькие духи. Я вообще изначально заказывала один или два экземпляра, и мне положили все семь, и я была настолько удивлена, учитывая то, что духи скорее вообще-то запрещено отправлять, и если вы попытаетесь скорее отправить духи себе, ну как бы домой, у вас это вряд ли получится. Поэтому я была безумно рада, что у меня есть все семь экземпляров, и, конечно же, для меня одно это будет очень много, и плюс ко всему я знаю, что среди моих зрителей очень много армии, сегодня я сделаю конкурс на эти духи, поэтому смотрите это видео до конца. Следующий продукт, который вышел у BTS, это вот такие капсульные маски, и здесь в упаковке всего семь штук, это не просто так, эта упаковка предназначена на неделю, и давайте я сегодня использую маску для воскресенья, потому что день, когда я снимаю это чудесное видео, воскресенье, и эта маска ночная, ее нужно нанести вечером в качестве последнего этапа по уходу за собой, и все, и просто лечь спать. Эта маска будет работать на протяжении всей ночи, а утром просто смойте ее водой. Конечно же, эту маску я попробую сейчас, как она наносится, по ощущениям и по консистенции. По первому своему впечатлению, хочу сказать, что она очень похожа на жиденький мед, и наносится достаточно плотным слоем, ощущение, как будто бы я наношу какое-то сливочное масло на лицо. Но я хочу сказать, что кожа немножко начинает потеть от этой маски, поэтому да, она действительно ночная, и днем с этой маской ходить просто будет нереально. Но такое приятное ощущение на лице создается, потому что эта маска начинает таять, несмотря на то, что сейчас тоже достаточно жарко. Эта маска при соприкосновении с кожей прям настолько мягкая и гладкая становится, и прям да. Ее здесь достаточно много, и даже вот этой баночки самой одной хватит ровно на неделю. Из декоративной косметики появилась новая линейка, которая называется Stay It, и это уже конкретно косметика BTS с VT, то есть приложение Line сюда не имеет никакого отношения. А вот из коллекции BT21 появились еще новые помады и вот такие боксы, так что сейчас мы это все с вами будем намазывать на себя и тестировать. Первое, что я хочу попробовать, это вот такое средство для бровей, и как же я была рада, что мне попался цвет Dark Brown, потому что именно такие цвета я покупаю себе из продуктов для бровей. С одной стороны здесь карандаш для бровей, а с другой стороны гель для бровей. Посмотрите, какой интересный дизайн, потому что это очень удобно, если вы берете куда-то с собой в путешествие, да и вообще, в принципе, получается, что у вас меньше баночек. Давайте-ка попробуем. Вы это видите, насколько четкая получается линия без особых усилий? Вот таким вот образом получается у меня брови. Единственное, что мне здесь не хватает, щеточки, которые бы я просто растушевала это все, поэтому я возьму свою кисточку. Какая у меня получилась четкая и красивая бровь. Мне уже нравится этот карандаш, и я предполагаю, что он будет теперь моих фаворитов. Теперь давайте сделаем гель для бровей. У меня просто нет слов. Это шикарно. Румяный я хотела попробовать, пожалуй, больше всего, особенно такой персиковый цвет, который сейчас очень актуален среди кореанок. И отдельное слово хочу еще сказать по упаковке. Посмотрите, насколько она красивая, лаконичная. Мне прям очень нравится. Собственно, я говорю про вот такой оранжево-кирпичный цвет. Сейчас попробую его нанести. И румяна в этот раз, смотрите, выпущена в формате кушон. То есть здесь такая подушечка, которую вы просто наносите вот так вот, и можете ей уже и растушевать. Но мне кажется, что тогда будет просто перебор. Я возьму палец и растушую эти румяна. Мне давно хотелось попробовать румяна именно в таком оранжевом цвете, потому что они идут далеко не все. Посмотрите, насколько красиво и естественно они смотрятся. Они дают такой немножко влажноватый эффект, но ощущаются абсолютно сухими и матовыми. Мне прям очень нравится такой продукт. Можно будет с собой взять и, допустим, в течение дня раз подправить, и все отлично. Я думаю, что вот эта вещь должна понравиться абсолютно всем, потому что это кремовые тени, и они есть у меня в трех оттенках. Я для себя выберу сейчас бронзовый коралл, и здесь два оттенка в одном. То есть посмотрите, какая лесенка получилась. Это очень удобно, чтобы сделать полный корейский макияж. Давайте попробую просто пальчиком нанести сначала, посмотрим, как вообще они смотрятся. Очень мягкие, очень красиво наносятся тени. И давайте сейчас я попробую вот такой продукт. Как видите, очень много в этот раз продуктов двойных, потому что это на самом деле удобно, и это новая фишка косметики BTS. В общем, здесь у меня на одном кончике подводка, а на другом тушь. И сейчас мы переходим к самому интересному. Это новые помады в стиках, и у меня здесь два бокса. Их можно купить как по отдельности, так и вот в таких уже наборах. Это прекрасный бокс, а это милый. На самом деле по текстуре они должны быть все одинаковые. Выглядит все достаточно интересно. Мне прям не терпелось попробовать помады в стиках, потому что до этого я использовала только лишь их тинты различные. Всего таких помад 8, ровно столько, сколько и персонажей. Я вообще сначала хотела попробовать помаду Chimmy, но посмотрела, у него очень такой коралловый оттенок, который, скорее всего, мне не подойдет, и поэтому я возьму помаду Shuki, такого красно-малинового оттенка. Посмотрите, насколько он красиво ложится и мягко, на самом деле. Я прям в восторге от этой помады, потому что она как будто бы тает на губах и ложится настолько ровно, прям вообще шик. Но помимо вот этих прелестей, у BTS вышли еще вот такие помады. Это тинты и блески, то есть два в одном. С одной стороны здесь кремовая текстура, а с другой стороны глянцевая. И давайте сейчас попробуем вот этот цвет. Настолько кораллово-кирпично-оранжево, прям как мои румяна. Сначала нужно нанести кремовую текстуру. А потом глянцевую текстуру с такой очень интересной кисточкой. И таким образом появляется градиент в текстурах, то есть у основания более такое сочное покрытие, а по краям матовое. Можно использовать вот таким вот образом, как нам предлагают производители, но также можно использовать по отдельности, просто кремовую или просто глянцевую. Ну что, косметику мы потестили, и мне еще в посылочке положили вот такие карточки, которые я сейчас хочу распаковать. Вообще такие карточки продаются отдельно, пластиковые, но мне положили их в подарок. Смотрите, насколько они крутые. И набор фотографий. На обороте здесь подписан парфюм, который принадлежит тому или иному участнику. Так классно, что они сделали еще и свой отдельный кей-поп-став, посвященный этому парфюму. Давайте я буквально двумя словами опишу каждый из этих парфюмов. Итак, парфюм Джина. Он пахнет хлопком, чистый, романтичный запах. Достаточно легкий. Аромат Юнги. Свежий и пахнет натуральными специями. Знаете, с такой перчинкой. Когда я читала описание аромата Эрэма, я подумала, что это точно мой аромат, потому что он роскошный, древесный и пахнет старой бумагой. Джей Хоп у нас фруктовый, мандариновый. Очень вкусненький и сладенький. Пудрово-сладко-ванильный аромат. Как вы думаете, чей он? Конечно же, чамина. Ви пахнет древесиной и цветочным ароматом. Аромат Чунгука мне, пожалуй, понравился больше всего, потому что он напоминает об океане. У него очень свежий аромат и отлично подойдет летний день. А теперь давайте расскажем вам о конкурсе. Я хочу разыграть два аромата и все, что вам нужно будет сделать для того, чтобы получить духи от BTS. Первое. Вам нужно быть подписанным на мой канал, потому что все свои конкурсы я провожу только для своих зрителей. Второе. Вам нужно будет подписаться на мой инстаграм и хотя бы почитать три моих поста. Я уверена, вам понравится. И, конечно же, поставить там лайки. И в комментариях под этим видео вам нужно будет написать, кто ваш биос из BTS и какой аромат вы бы хотели бы. Аромат Чунгука, аромат джина или же, может быть, все семь. Через несколько дней в своем инстаграме я опубликую результаты конкурса. И чтобы не было обидно, я рандомно отправлю ароматы. А я надеюсь, вы поставите пальчик вверх под этим видео и продолжайте смотреть его. Посмотрим, как будет держаться эта косметика на протяжении всего дня. Прошло несколько часов и посмотрите, как хорошо держится румяна. Цвет такой же насыщенный, как и при нанесении. Помада в стике стирается достаточно хорошо и плавно. Брови на месте, как прибитые. Единственное, что посмотрите на тени, они уже скатались. То есть, они были кремовые, я хочу напомнить. Плюс ко всему, сейчас достаточно жарко. И, видимо, из-за этого они скатались. Но, так или иначе, в любом случае, это их минус. Что касается подводки, то она, в принципе, держится хорошо. И тушь пока не осыпалась. Будем смотреть, что будет происходить в течение дня дальше. Прошло еще несколько часов и помада Куки перенесла прием пищи. Как видите, все еще помада на губах, но уже немножко подстерлась. И появились какие-то трещинки. А тени на глазах скатались еще больше. Посмотрите, как все некрасиво смотрится и неаккуратно. Но посмотрим, как я буду выглядеть вечером. Брови на месте, все отлично. И румяны немножко теперь потеряли, скажем так, насыщенность свою. Но все еще имеются. Нагулялась я и вернулась. И хочу подвести полный итог. Брови на месте. Они как были накрашены изначально, так они у меня и остались. Подводка не потрескалась, ничего с ней не случилось. Тушь не осыпалась. Тени еще больше скатались. И, как видите, здесь появились какие-то новые полотки, которых я вообще не рисовала. И румяны немножко потеряли свою насыщенность. Но, тем не менее, они все равно есть. Если приглядеться, то да. Помада, естественно, столько часов не выдержала. Но, так или иначе, в принципе, не все так плохо. И губы она сильно не высушила. Единственное, пигмент остался еще вот здесь вот у внутреннего края. В целом, я вам хочу сказать, что провальные оказались только тени. Вся остальная косметика очень даже ничего. Учитывая, что румяна сами по себе такие, знаете, влажные, от них стойкости я вообще, в принципе, и не ждала. Ну что, ребята, вот такой получился у меня тест-обзор на новую коллекцию косметики BTS и на новые духи. Обязательно участвуйте в конкурсе. Я желаю вам всем удачи. Увидимся с вами уже в следующем видео. И смотрите мои предыдущие видео с обзорами косметики BTS. Всем удачи и всем пока! Всем пока!